Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, прямой эфир, и сегодня мы пригласили к нам в студию начальника управления МВД России по Ленинскому району, подполковника милиции, Кучуна Алексея Валерьевич. Добрый вечер, Алексей Валерьевич! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Алексей Валерьевич, прошло совсем немного времени после вашего назначения руководить полицией Ленинского района. Давайте немножко познакомимся, и мы с вами познакомимся, наши телезрители узнают, где родились, где учились, и как пришли на службу в органы внутренних дел. Родился я в городе Омске, в Сибири, там окончил Академию МВД, там же поступил на службу в органы внутренних дел, начинал службу свою оперативником, оперуполномоченным. Значит, работал участковым уполномоченным, начальником дежурной части. В 2003 году я переехал по месту жительства в город Видное, в Ленинский район. Значит, здесь я работал тоже оперуполномоченным. Назначен был на должность начальника штаба, работал заместителем начальника управления. Значит, с апреля текущего года исполнял обязанности начальника управления. Ну и вот уже чуть больше месяца назначен начальником главка, начальником УВД по Ленинскому району. Не буду спрашивать о том, насколько отличается природа Сибири от Подмосковья. Отличается чем-нибудь, скажем так, криминогенная обстановка, той, которую вы познали, да, работа оперативником и в Омской области, и, соответственно, здесь уже в Ленинском районе? Ну, в целом обстановка особо не отличается. Единственное, что здесь можно сказать, что да, это мегаполис. Это в основном за 12 лет работы здесь основные составы преступлений на территории района – это такие, как кражи и угоны автотранспорта, потому что, значит, находится у нас рядом Москва, мегаполис тоже огромный, квартирные кражи. В последнее время у нас город значительно вырос, значительно вырос. Это тоже складывается на оперативную обстановку. Соответственно, и поток мигрантов у нас большой, достаточно большой, да. Поэтому это тоже своего рода влияет на оперативную обстановку в целом. Раз уж мы заговорили об оперативной обстановке, давайте расскажем, может быть, нашим телезрителям какие-то события, которые, ну, произошли, скажем так, может быть, в ближайшее время. Как сейчас складывается с криминальной обстановкой, я бы так сказал, в Ленинском районе? – Значит, ну, не секрет ни для кого, что у нас муссируется в средствах массовой информации, значит, различные ужастики, слухи распространяются с космической скоростью. Я хотел бы довести обстановку по совершенному особо тяжкому преступлению. Никакого, вот как пишется в средствах массовой информации, маньяк, все остальное, маньяк на самом деле нет. – А если я вам прошу прощения, а не в средствах массовой информации, а в интернет-просторах? – В интернет-просторах, да. На самом деле никакого маньяка нет. Совершено, да, совершено дерзкое преступление, в городе совершено тяжкое преступление. Я чуть позже доведу ориентировку в отношении малолетнего ребенка. В настоящее время личный состав третьей сутки у нас поднят. По тревоге работает в усиленном варианте несения службы. Совместно проводим мероприятия и с прокуратурой, и со следственным комитетом. Подключились у нас сотрудники Министерства внутренних дел, специалисты своего дела. Проводятся и оперативно-поисковые, и технические мероприятия. Преступление совершено у нас в дневное время, в период с 15 до 16, на территории лесопарковой зоны, напротив налоговой инспекции. Это между водонапорной башней и поликлиникой. Да, и поликлиникой. Значит, у оперативной информации преступник, который совершил данное преступление, в тот же день у нас покинул территорию района. Есть у нас на то основания полагать. Значит, и, возможно, даже территорию Московской области. Преступник, значит, у нас имеется ориентировка на него, имеются приметы. Алексей Валерьевич, раз у нас есть такая возможность, все-таки мы телевидение, да, я хотел бы, чтобы наши жители сейчас обратились к вам. Мы сейчас вам покажем, как это называется, не портрет, а фотографию с предполагаемым, скажем так, с предполагаемым, ну, не знаю, преступником, наверное, да? Преступником, да. Да, предполагаемым преступником. Поэтому, уважаемые наши жители, посмотрите повнимательнее, может быть, вы его когда-то видели, знаете, там, я не знаю, либо можете дать какую-либо информацию, то можно позвонить либо прямо сейчас по телефону 541-2540 и 547-08-13, да, телефон прямо на прямой эфир, либо 02, да, в дежурную часть. Телефон я доведу, да, сейчас. Да, конечно, да. Значит, приметы преступника, как вы видите на фотоизображении, значит, мужчина на вид 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, был одет футболка, возможно, поло, так называемый воротник есть на футболке, с короткими рукавами, значит, джинсы светло-синего цвета, возможно, заужены книзу, подвернуты наружу. Значит, сандали на ногах широкого плетения, светлые, скорее всего, белые. Значит, особые приметы на руке, правой руке на большом пальце имеется повреждение, характерное порезу, поврежден палец. Возможно, преступник будет, значит, эту травму скрывать, прятать под ликопластрем каким-то, либо забинтует попросту эту руку, поэтому тоже характерная примета. При себе преступник, значит, имел, как видно на фотографии у нас, сумка матерчатая через плечо. Особых примет больше нету. Значит, всем обращаюсь к жителям города, к жителям района. Значит, кто имеет информацию, либо видел данного гражданина, указанного на фотографии, просьба позвонить по телефону 541-57-22, телефон дежурной части, также по телефону 549-05-00. Значит, мой телефон в кабинете рабочий 541-66-73, телефон начальника полиции 541-30-76, во всех случаях код подразделения 495, либо напрямую телефон 112. Телефон 112, да. Значит, сразу я тоже гражданам объясню ситуацию. Во всех случаях, там, звонках, там, может быть, кто-то лично хочет подойти, информацию передать, мы гарантируем конфиденциальность каждому гражданину. Ну, в принципе. То есть, можно сказать о том, что, да, проделана сейчас уже достаточно большая работа для того, чтобы, можно сказать, жителям, ну, уж простите, в какой-то степени, может быть, и успокоить, потому что, действительно, по городу поползли определенные слухи, да, маньяк появился, убивает, насилует и так далее. То есть, можно сказать о том, что полиция сейчас работает в усиленном режиме в поисках данного преступника. Работа проведена, на самом деле, колоссальная, как я и довел. Здесь и ни одна служба полиции подключена, но граждан, в первую очередь, интересует результат. Значит, результат, что вот только я довел, это по оперативной информации, что преступника у нас на территории района нет. Получается, с 25-го числа. Значит, это установлено с помощью технических средств, мероприятие проведено. Но, несмотря ни на что, у нас на территории, значит, города работают скрытые патрули. Значит, у нас сотрудники полиции находятся в круглосуточном режиме и днем, и ночью. Значит, в большей части это центр города, там, где совершено было преступление. Также усилены маршруты патрулирования дополнительными нарядами. Помощь оказывает нам 7-й спецбатальон, спецполк южный. Поэтому в этом плане меры приняты все в полном объеме. Ну что ж, огромное спасибо. Еще раз напоминаю, что если есть какая-то информация от людей, телезрителей наших, действительно, звоните по телефону, либо 02, либо 112, есть такой телефон, да, который сейчас заработал на территории Московской области, звоните и, действительно, давайте вместе сделаем. Ну и также хотел бы огромное сказать сразу, Алексей Валерьевич, вам, за то, что пришли, рассказали оперативно, пришли, оперативно рассказали о том, как это было, потому что, действительно, верить нужно, что называется, только действительно средством массовой информации официально, да, потому что иначе, иначе только так можно получить правдивую информацию. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, мы ее немножко затронули. После того, как вы были назначены начальником управления полиции, на что, вот, прежде всего, вы обратили внимание и сами, и своих сотрудников? Ну, прежде всего, так как в любом случае я работаю 12 лет уже на территории, и обращали, и предыдущие начальники, и мы обращаем внимание это на исполнительскую дисциплину коллектива. Мы стремимся к более полному ее выполнению, чтобы сотрудники как-то адекватно на это все реагировали. Значит, от себя лично скажу, что глобальных перемен, перестановок каких-то, значит, назначений кадровых проводиться не будет, потому что, я считаю, коллектив сплоченный, коллектив профессионалов своего рода, значит, единственное будет, да, проведено ряд назначений в сентябре руководящего состава, значит, две недели назад у нас назначен начальник ПДН по делам несовершеннолетних, сотрудник проработал у нас на территории района. Вообще, я стараюсь назначать руководителей из состава коллектива района. Вот, значит, планируется назначение начальника изолятора временного содержания ИВС, ну и ряд других руководителей. В целом, глобальных перемен в коллективе я не собираюсь проводить. Вот, что касается оперативной обстановки в целом, то здесь, конечно, колоссальная работа проведена по миграционной политике, совместно с прокуратурой, совместно с ФМС нашим, а также помощь нам оказывает главк, значит, у нас уровень преступности, если параллель проводить, по сравнению с прошлым годом, снизился на треть. Именно преступления, совершенные мигрантами. Огромную работу провели в этом плане, добились своего рода результатов. Конечно, все равно в общем массиве преступлений половина где-то совершается мигрантами, потому что мы, опять-таки, повторюсь, находимся практически в мегаполисе. Вот, поэтому это нам не избежать, но боремся, мы боремся с этим направлением. Если к характерным видам преступлений, совершенным на территории Ленинского района, я бы хотел, конечно, обратить внимание на то, что у нас незначительно, но увеличилось количество совершенных краш автотранспорта. Опять-таки, повторюсь, это за счет наших новостроек, за счет того, что все-таки рождаются огромные микрорайоны, практически как наш город, видны. Естественно, парковок не хватает гражданам, транспортные средства ставят они где-то порой и на улице, на проезжей части. Отсюда и совершаются. Есть повод для совершения преступлений. Да, согласен. Согласен. Мы поговорили о преступлениях, которые совершаются на территории Ленинского района. Давайте немножко еще переключимся. Если уж произошло, к сожалению, то или иное правонарушение. Я уже сказал о том, что появилась в Московской области служба 112. Насколько эта служба сейчас, в какой-то степени, может быть, помогает сотрудникам полиции оперативно решать вопросы граждан? Вообще, так называемая система 112 у нас начала функционировать с 1 июня текущего года. Значит, это у нас программа правительства. Лично под патронажем губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева родилась эта служба. Значит, что она объединяет у нас эта служба в одно целое. Это телефон, как раньше, если помнят граждане, 0-1, 0-2, 0-3. Сейчас это единый номер 112. Набирать можно как из городских телефонов, так и с мобильных телефонов. Отвечает, значит, у нас в администрации создана целая служба по этому поводу. Отвечает сотрудник, находящийся в круглосуточном режиме. Значит, и в зависимости от того, какой вопрос у гражданина, по пожарной охране, по полиции, скорая помощь, переключает на ту службу, которой требуется помощь гражданину. И, насколько я знаю, даже, по-моему, можно звонить не то, что с телефона, а если нет средств на телефоне, если там, да, то есть там без... Это служба абсолютно бесплатная, да. Звонок бесплатный гражданин. Если есть, как говорится, да, сигнал, то могут звонить. В любое время, да, в круглосуточном режиме. В том числе и у нас, значит, выведена на дежурную часть полиции. Отдельно находится сотрудник на телефоне, вот, в режиме, как говорится, онлайн, отвечает на все вопросы. Я считаю, что это намного облегчило ситуацию, потому что и много жалоб было от граждан о том, что дозвониться невозможно, там, ну, где-то порой и занято по объективным причинам, значит, телефонная линия. В этом случае абсолютно ситуация поменялась, поэтому обращаюсь к гражданам, не стесняйтесь, набирайте телефон 112, как еще раз напоминаю, из городского абонента, так и с мобильного. Телефон бесплатный. Да, кстати говоря, наши телезрители не стесняются, набирают по тем телефонам, которые указаны у нас на экранах. И по поводу, да, то, что мы говорили, уже есть послесловие. Как проводится работа с мигрантами? Вот такой вопрос у нас пришел от нашего телезрителя. Насколько вообще сложно работать с мигрантами и вообще эту тему развивать конкретно по правонарушениям? Как я говорил уже, у нас, допустим, в Ленинском районе эффективно работа проводится с мигрантами. Главное иметь общую цель и задачу. Значит, общими службами, прокуратурой, ФМС, значит, полицией проводятся практически у нас еженедельно так называемые рейды антикриминал. Имеется у нас очаги, где заселено у нас мигрантами те же стройки, значит, те же какие-то базы. Без внимания мы ничего не оставляем. Значит, планируем мероприятие. Как правило, мероприятие проходит у нас в утренние часы, когда у нас находятся все мигранты на местах. После этого, значит, составляются материалы и передаются, значит, материалы в суд. В зависимости от ситуации есть там, подтверждается информация, не подтверждается. Передаются материалы в суд. И в основном мигранты передаются на депортацию. То есть, выдворяются за пределы региона Московской области. Понятно. Прежде чем перейти к следующей теме нашего эфира, я хотел бы сказать о том, что, наверное, в полиции должны служить здоровые люди. А для этого нужно заниматься и спортом, и физкультурой. Именно об этом мы с вами продолжим. Но уже после того, как мы посмотрим сюжет, который подготовила наша съемочная группа. Внимание на экран. С хорошим настроением и азартом стартовал очередной день ежегодной спартакиады полицейских Ленинского района. Спартакиада, а это для сотрудников УВД и отдых, и дополнительные физические нагрузки, проводится уже более десятка лет. Стражи правопорядка соревнуются и зимой, и летом. Летние состязания стараются проводить в августе, когда отмечается День физкультурника. Цель и задача, прежде всего, сплотить коллектив, поддержать морально-психологический климат в коллективе. Естественно, определить лучшего, сильнейшего. Я думаю, что это самое главное. Спортивное мероприятие включает несколько дисциплин. Это чисто спортивные. Мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, гиревой спорт и военно-прикладная. Стрельба из табельного оружия. А вообще, наши полицейские люди неравнодушные к спорту. Они постоянные участники самых разных соревнований. Занимается и тяжелая атлетика, и легкая атлетика. Принимаем участие в спортивных соревнованиях, которые проводятся в УВД Московской области, в обществе Динамо. Наши спортсмены заняли третье место по борьбе, занимали призовые места по плаванию. Только так, с энтузиазмом и не иначе. Участники относятся к любому спортивному мероприятию, в том числе и к спартакиаде. Алексей Шиповалов уже второй раз выступает за свою команду. Работа полицейского всегда интересная, но она специфичная. От которой нужно немного отвлечься где-то на спортивные мероприятия, на творческие мероприятия. Вот в спартакиаде, в том числе и в футбол, более такое мероприятие, не связанное с полицией, спортивное. Но в тот же момент для полиции физическая подготовка навсегда была и есть, остается самое главное. Сотрудники полиции выбирают для участия в спартакиаде вид спорта по душе. И у них уже есть пожелание к руководству управления включить в зимние состязания лыжи. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Ну что ж, вот мы посмотрели, как сотрудники полиции действительно поднимают и боевой настрой, да, и свою физическую подготовку. Есть что еще сказать? Насколько это часто происходит и будет ли проходить дальше? Спартакиада действительно в УВД уже проходит более 10 лет. Она не только летняя спартакиада. Мы проводим ее в зимнее время в зависимости от видов спорта по сезону. В целом, если говорить о, вы затронули тему подготовки сотрудников, да, мы действительно ежегодно, раз в год, все сотрудники абсолютно без исключения сдают так называемые экзамены, тестирование, как их назвать можно. Это теоретический экзамен по специальности, боевые приемы самбо, физическая подготовка. Поэтому моральный дух. В здоровом теле здоровый дух, да? Можно и так сказать. Ну что ж, поступает еще вопрос от наших телезрителей. Как работает в городе видеонаблюдение? Вот такой пришел вопрос от нашего телезрителя. Видеонаблюдение, значит, у нас выведено на центральную дежурную часть 64 видеокамеры, расположенные, я говорю сейчас про город, расположенные практически по всему городу. Ну, конечно, большая часть выведена на центр города. Вот, недалее, как в воскресенье, с помощью как раз-таки видеонаблюдения, раскрыто преступление, значит, получается, 21.08 у нас по проспекту Ленинского комсомола 18 во дворе домов обнаружен труп женщины был, значит, нижняя часть одежды отсутствовала у нее. Значит, по данному факту у нас задержаны два гражданина, вернее, гражданин и гражданка Пензы, значит, в настоящее время они находятся у нас в изоляторе, полностью изобличены в данном преступлении. Преступление совершено на, значит, в фоне распития, совместного распития спиртных напитков в результате внезапно возникшего конфликта. То есть, что-то не поделили, что-то чем-то повздорили, в итоге, получается, вроде бы сидели за одним столом, а получилось так, что наступила смерть. К сожалению, да, распитие спиртных напитков нередко приводит именно таким к бытовым, если так можно сказать, бытовым преступлениям. К сожалению, да. Тогда еще можно подвести бы небольшой итог, вопрос, который поступил от нашего телезрителя, что город находится под неусытным контролем, под видеонаблюдением, да, и в случае, если какое-либо происшествие, да, или, не дай бог, преступление произойдет, то есть возможность, по крайней мере, восстановить картину произошедшего. Как раз-таки с помощью видеонаблюдения у нас и составлен фоторобот и фотография. Фотография сделана, да. Сделана, да, с помощью камеры видеонаблюдения, которая у нас, получается, засняла вот этого преступника. Да, о котором мы говорили. О котором мы говорили чуть ранее, да. Да, да, несколько минут назад. Перейдем еще к одной теме, которую невозможно, наверное, не обсудить. Уже совсем скоро наши детишки пойдут в школу, у них будет День знаний, они готовятся, наверное, сейчас покупают рюкзаки, да, и мамы волнуются, переживают. Как будет организована работа на День знаний сотрудников полиции? Ну, вообще, на День знаний, так же, как и на все остальные, у нас серьезные мероприятия. Новый год, День победы. У нас традиционно практически 100% личного состава находится на службе. Значит, до самого мероприятия у нас в течение летнего периода проходят проверки абсолютно всех, без исключения школ. Их у нас на территории района находится 18. Все мы школы в настоящее время проверили. Это, как и на предмет проводимой работы. Кто проводит работы в школьных заведениях, выявлено у нас, получается, по результатам проверки два нарушения. В двух школах у нас работы проводили граждане ранее судимые, что это запрещено у нас законом. Поэтому мы приняли меры совместно, опять-таки, с управлением образования, проведены проверки. Особых недостатков таких не обнаружено, не найдено, можно так сказать. В сам день, 1 сентября именно, в день проведения линеек торжественных, значит, у нас будут в обязательном порядке до проведения линеек. Все школы обследованы кинологом с собакой. После этого у нас производится расстановка личного состава, как по линии ГИБДД, регулировать движение на дорогах мы это стабильно обеспечиваем. Так и на каждой территории школы будет у нас дежурить сотрудник полиции, либо сотрудник ПДН, участковый, как уже там, расстановка у нас произойдет. Поэтому до окончания мероприятий на всех, без исключения школах, у нас будут находиться сотрудники. Не менее, наверное, значимый праздник в этом году все, я надеюсь, что все жители Ленинского района будут отмечать юбилей, 50-летний юбилей столицы Ленинского района. Конечно, будет огромное количество мероприятий. Мы будем отмечать, по-моему, если мне память не изменяет, три дня и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье будут проходить различные мероприятия. Естественно, вечерний праздничный субботний концерт с фейерверками-салютами. Как в этом направлении будет работать, что называется, по вашей линии управления внутренних дел? Ну, о мероприятиях, я думаю, попозже, наверное, доведет и скажет глава района Олег Владимирович, да, и Александр Евгеньевич Усков тоже, я так думаю, выступит. Я не буду останавливаться на мероприятиях, которые будут, с точки зрения обеспечения безопасности. Значит, в период 11, 12, 13 сентября у нас личный состав будет в полном объеме тоже нести службу на всех практически площадках и объектах, где будут проводиться мероприятия. Плюс дополнительно, в основной день, это 12 число, у нас запросили мы сотрудников полка полиции, главка 100 человек у нас, плюс помогают нам слушатели нашего ЦПП, частные охранные предприятия помощь оказывают, казачество опять-таки, постоянно на связи у нас и помощь оказывают. Значит, все мероприятия у нас будут обеспечены сотрудниками полиции. Единственное, для автолюбителей и граждан я доведу города Видное, что 12 числа именно с 11 до часа у нас будет перекрыто движение на улице Заводской от ЗАГСа и до улицы Школьной, школа номер 2. Будет проходить у нас торжественное шествие, поэтому с 11 до 13 выбирать движение как-то придется по другим маршрутам, улицам. В принципе, как и традиционно у нас будет ограничена торговля спиртным, вблизи проведения мероприятий, а так в общем режиме, я думаю, ничего нового здесь не будет. То есть, схема отработана годами. Да, дай должное, она отработана хорошо, потому что, ну вот честно говоря, не припомню, чтобы на День города были какие-то неприятные, скажем так, моменты. Бывает, конечно, но... Лучше не надо. Лучше не надо. Согласен. К сожалению, остается прям буквально одна минута у нас в эфире. Поступили вопросы от наших телезрителей. Дорогие друзья, и со Школьной 79, и Советская 12, и с ПЛК 23, эти вопросы после эфира я обязательно передам Алексею Валерьевичу, да, для того, чтобы можно было принять меры. Единственное, что, может быть, оставлять какие-то контактные данные, чтобы можно было с вами связаться, да, и более детально, да, можно было бы вам помочь. Алексей Валерьевич, к сожалению, да, времени не так много, но хотел бы задать еще один такой вопрос. Государственные услуги, сейчас действительно много об этом говорится, в том числе и Министерство внутренних дел, да, тоже идет по этому пути. Давайте немножко мы расскажем, что это такое. А специально для наших телезрителей мы подготовили совместно с Министерством внутренних дел такой небольшой фильм, где можно узнать, какие конкретно, да, есть у нас госуслуги, которые оказывает Министерство внутренних дел. В целом в УВД, как и во всех других, значит, управлениях на территории России действуют, я перечислю, государственные услуги. Это, значит, первая выдача справок о наличии и отсутствии судимости гражданам. Значит, проходит эта государственная услуга по адресу Видная улица Центральная, дом 4, в УВД Ленинского района. Приемные часы по данной государственной услуге вторник, четверг с 9 до часу, с 14 до 18, в пятницу с 14 до 17. Также предварительно записаться можно по данному, по, значит, использованию данной государственной услуги по телефону 8-495-541-4511. По линии лицензионно-разрешительной работы, значит, существует государственная услуга по выдаче лицензии, разрешении и удостоверении частного охранника, переоформление или продление срока действия данных лицензий. Здесь прием осуществляется у нас в приемные дни вторник с 9 до 18, во вторник у нас без перерыва, четверг по предварительной записи с 9 до часу по телефону 8-495-541-22-77. Также у нас имеется государственная услуга добровольной государственной дактилоскопической регистрации, тоже граждане пользуются данной услугой. Значит, она также осуществляется у нас по адресу, видная улица Центральная, дом 4, контактный телефон по данной услуге 541-45-00. Далее записаться предварительно приемные часы понедельник-среда-пятница с 9 до 18. И четвертая государственная услуга у нас по линии ГИБДД. Прием квалификационных экзаменов, выдача водительских удостоверений, временных разрешений. Проводится данная государственная услуга в здании ГИБДД по адресу видно Белокаменное шоссе, строение 5. Приемные часы понедельник с 9 до 14. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9 до 18. Перерыв с часу до 2. Ну и как я уже сказал, действительно, наши телезрители сразу после окончания нашего эфира, вы прямо сможете конкретно увидеть, посмотреть, что может быть потребуется вам в ближайшем будущем. Алексей Валерьевич, огромное спасибо за то, что пришли, ответили на многие вопросы. Хочу от лица нашей телекомпании пожелать и вам хорошей работы на благо всех жителей Ленинского района. Ну и, конечно же, хотел бы обратиться ко всем сотрудникам полиции, чтобы действительно они были настоящими, реальными защитниками и закона, и граждан на территории Ленинского района, да и всей России. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. А я обращаюсь к нашим телезрителям, еще не покидайте наш телеканал, смотрите фильм о госуслугах, который оказывает Министерство внутренних дел. Внимание на экран, я с вами прощаюсь. До свидания. Граждане, имеющие доступ в сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документа оборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте госуслуги.ру, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. Для этого необходимо в адресной строке любого интернет-браузера набрать адрес официального сайта Главного управления МВД России по Московской области 50.mvd.ru, в горизонтальной панели сайта выбрать вкладку «Для граждан» и в выпадающем меню выбрать раздел «Госуслуги». На открывшейся странице выбираем из списка интересующую вас государственную услугу и попадаем непосредственно на портал оказания государственных услуг. Нажимаем на кнопку «Получить услугу» и следуем дальнейшим указаниям и подсказкам. В соответствии с федеральным законом от 25 июля 1998 года номер 128 определено право граждан Российской Федерации на правохождение добровольно-дактилоскопической регистрации. Процедура добровольно-дактилоскопической регистрации очень важна. Цель проведения добровольно-дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности жизни, здоровья. В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди становятся жертвами несчастных случаев и установить личность без документов невозможно. А дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому такая регистрация важна прежде всего в интересах самих граждан. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах. Особое значение дактилоскопической регистрации имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе каких-либо сведений, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека. Чтобы развеять сомнения о несанкционированном использовании получаемых сведений, необходимо отметить, что вся информация является конфиденциальной, доступ которой ограничивается в соответствии с федеральным законодательством, а именно статьей 7 федерального закона о личных данных. В соответствии с федеральным законом 210 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Госавтоинспекция предоставляет следующие услуги населению. Первое – это регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, также прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений, и предоставление информации об административных правонарушениях в области дорожного движения. Любой зарегистрированный в установленном порядке гражданин на портале госуслуги.ру, выйдя в соответствующую страничку, имеет возможность оставить заявление о предоставлении той или иной услуги. В назначенное время гражданин пребывает в подразделении госавтоинспекции, где ему оказывается услуга в отдельном окне от общей очереди. Время предоставления государственной услуги сокращается, так как очереди нет, соответственно, гражданин проходит сокращенные процедуры. Центром лицензионно-разрешительной работы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области осуществляется предоставление государственных услуг по линии частной детективной, сыскной и охранной деятельности, юридическим лицам и гражданам по обороту гражданского и служебного оружия, а также патронов к данным видам оружия. Заявления граждан и организации могут быть поданы на личном приеме заявителями в установленные дни и часы. Дни и часы размещены на официальном сайте и информационных стендах в помещениях в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. По желанию заявителей осуществляется предварительная запись на прием с использованием средств телефонной связи. Также заявления гражданами и юридическими лицами могут быть поданы в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Информационным центром Главного управления МВД России по Московской области предоставляется гражданам государственная услуга по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Заявление можно подать непосредственно в информационный центр по адресу город Москва, Петровско-Розумовская аллея, дом 6, также через территориальные органы внутренних дел Московской области или через многофункциональные центры по месту жительства заявителя. Использование электронной формы для предоставления государственных услуг значительно сокращает и упрощает способ их получения. Те граждане, которые уже воспользовались порталом, на своем опыте убедились в удобстве и доступности такой формы обращения. Для трудоустройства на работу мне потребовалась справка об отсутствии судимости. Для этого я зашла на официальный сайт ГУ МВД России по Московской области, прошла по ссылке на портал госуслуги, заполнила необходимую информацию. После этого мне пришло уведомление о том, что справочка готова, я приехала ее забрала, для этого не нужно стоять в очередях, очень оперативно работают сотрудники.